Здравствуйте! Сейчас поговорим о двух фигурах. Трёх даже. Трёх фигурах. Одна из них две в одном, собственно говоря, это Фейербах, о нём поговорим сначала, и о философии Маркса, марксизма, точнее, которая, конечно, неотделима от фигура Маркса, неотделима от фигуры Энгельса. Это понятно, но начнём всё-таки с Фейербаха. Да, начнём. Ну и, наверное, опять же, скажем то, что и Фейербах, и Маркс, и в какой-то степени Энгельс – это всё ученики Гегеля, это самые настоящие глянцы. Что касается Фейербаха, он даже лекции Гегеля слушал, был им увлечённый до ужаса, молодой Маркс тоже развивал философию Гегеля, ну и Энгельс тоже. Правда, все они потом со своим учителем поссорились. Ну, разошлись, разошлись радикально, и я думаю, что в каком-то смысле Фейербах был вот в этом отрицании своего учителя наиболее радикален. Потому что если у Маркса всё-таки диалектика, так или иначе, осталась, то вот у Фейербаха как раз, наверное, самый пафос – это как раз критика гегелевской диалектики. Ему не нравится ни идея диалектики, ни идея того, что развитие происходит за счёт вот этого всего противоречия. Ему не нравится ни идея абсолютного духа. Я, честно говоря, не могу припомнить ни одной идеи Маркса, которая бы потом позднему Фейербаху, ни одной идеи Гегеля, которая бы зрелому Фейербаху нравилась. В этом смысле, если и не бывает полного отторжения, то Фейербах был достаточно близок, ну почти достиг его. Конечно. Причём, действительно, он очень часто переходил к прямым противоположницам. Например, для Гегеля очень важен абсолютный дух – Бог. Фейербах – это атеист, причём атеист последовательный. Для Гегеля всё – это идея. Фейербах – это материалист. Соответственно, вот борьба, в общем-то, с религией, она была, ну, может быть, делом всей жизни Фейербаха. И Фейербах, наверное, этим-то и вошёл в историю философии, как самый такой ярый и последовательный, и убеждённый атеист, причём который не просто говорил, религия – это плохо, религия – это выдумка, а критиковал религию с позиции научных 19-го столетия. Да, ну, собственно говоря, есть даже специфический термин – антропологический материализм Фейербах. Этим его попытаются так более-менее ясно и чётко, этим словосочетанием пытаются его ясно и чётко определить. Значит, что можно сказать по поводу Фейербаха и его критики религии? Вообще, фигура Фейербаха достаточно влиятельна. Опять же, если вспоминать русскую литературу и русскую духовную культуру 19-го века, то там очевидно, что очень многим Фейербах заметно попортил отношения с Богом, потому что после прочтения его работы это видно по воспоминаниям, это видно по литературе, по мемуарам, по письмам. Очень многие русские интеллигенты действительно как бы пересматривали своё отношение к Богу, поэтому Фейербах был совершенно влиятельной и значимой фигурой. И действительно, атеизм – это не изобретение немецкое в 19-м веке, были атеисты до этого, но Фейербах как раз интересен тем, что он был последовательным атеистом, который пытался апеллировать к современной ему науке. Вот такой любопытный вопрос, если Бога нет, если религия не имеет под собой никакого такого основания, то почему, собственно говоря, на протяжении столь долгих веков религия всё-таки существует, да, и на протяжении столь долгих веков власть религии была абсолютной. Фейербах на вопрос отвечал достаточно просто. Он считал, что религия коренится в природе человека и условиях его жизни. Подожди, нет ли здесь противоречия, да, то есть только что мы сказали, что Бога нет, соответственно, но при этом ты говоришь, что религия коренится в природе человека. Предотвращение нет, потому что Бог это одно, а религия это то, как люди, в общем-то, себя ведут, как люди поклоняются тому, что, в общем-то, сами выдумали, поскольку, по мнению Фейербаха, люди поклоняются Богу, вообще прибегают к религии из-за того, что они слабы, из-за того, что они много чего боятся и мало чего знают. Соответственно, вместо того, чтобы реально решать свои проблемы, религия, она позволяет людям убегать в мир собственных фантазий, собственных грез, и, соответственно, люди в этом волшебном сказочном мире себя чувствуют не очень-то плохо, но вместе с этим они не решают реальных проблем. Поэтому религия, она замедляет прогресс науки, поэтому религия, она замедляет улучшение нравов, и вместо поклонению выдуманному Богу, Фейербах, уж коль вскоре человеку нужно во что-то верить, предлагает, требует, чтобы мы верили в самих себя. Поэтому Фейербах говорит, что нужно заменить идею Бога идеей человека. Отсюда, в общем-то, его антропология. Вот, и давай пока вот на этом остановимся, в связи с Фейербахом, и перейдем к другим, так скажем, не последователям, но другим фигурам, которые так или иначе мы связали вначале с именем Гегеля. Поговорим о марксизме. Дело в том, что о марксизме с одной стороны говорить легко, потому что большинство наших слушателей, в каком-то смысле, потомственные марксисты. Это с одной стороны. А с другой стороны, на сегодняшний день я сталкиваюсь, когда работаю со студентами, я сталкиваюсь, что знаний по этому вопросу и даже представления об основных, о значении фигур Маркса и Энгельса мы почти уже нет. То есть есть такая неприятная ситуация, когда почти все уверены, что они знают учения Карла и Маркса и ничего не знают. Поэтому всё-таки давай определим, что же действительно Маркс сделал, потому что мне кажется, что сделал он очень немало. Я бы начал вот с чего. Я бы выделил два таких основных блока. Это, собственно говоря, диалектический материализм и исторический материализм. Если у Фейербаха это материализм антропологический, то у Маркса с Энгельсом, собственно говоря, можно выделить две такие ключевые, два ключевых сюжета канонические, они называются эстмат и диамат. И сам термин материализм диалектический означает то, что Маркс с Энгельсом они опирались на Гегеля и его диалектику с одной стороны, а также на Фейербаха и на его материализм. То есть для Маркса законы диалектики это не каким образом, точнее, это не только и не столько законы мышления, сколько законы природы, по которым развивается материя и лишь потом эти самые законы развития материи отражаются человеческим сознанием. Собственно говоря, идея Маркса простая, он берет законы диалектики как механизмы, как технологию порождения нового знания, как порождению нового в мире, но при этом утверждает, что в данном случае вот эта самая диалектика у Гегеля стояла... Там вообще такая дискуссия была, на чём и у кого стояла диалектика. Собственно говоря, идея марксистская в том, что у Гегеля она стояла на голове, в том смысле, что она начиналась с духа, а заканчивалась с материей, в то время как Маркс говорил о том, что началом всего должна быть материя, и уже потом в результате развития по законам диалектики мы от материи должны перейти к появлению духа. То есть направление прямо противоположное, а механизмы, которые определяют это движение, одни и те же. Вот это достаточно важный момент. Если ещё говорить о таких ключевых положениях диалектического материализма, то это такие тоже достаточно, если упрощать, это последовательный материализм и принципы тоже достаточно последовательные. Это идея, что бытие определяет сознание. Это идея, что сознание – это свойство материи отражать саму себя, и никакого мистического, какого-то такого божественного содержания у сознания нет и быть не менее. Может, проще, что сознание – это свойство материи головного мозга. Вот. Материя вечно, бесконечно, она находится в постоянном движении развития. Соответственно, никакого бога нет, и это не более лишь, чем понятие иллюзии. Вот это такие ключевые положения, ключевые сюжеты, которые Маркс, идеологические, которые Маркс развивает как раз при помощи диалектического метода. И очень важно то, что этот самый метод Маркс применяет также и к человеческому обществу, к его истории. И, соответственно, диалектика – это никоим образом не отключённая какая-то дисциплина, а то, что является движущим механизмом человеческой истории. И таким образом можно уже перейти к материализму историческому. Ну да, потому что, на самом деле, для нас именно этот сюжет в данном случае важен, потому что влияние марксизма не ограничивается даже столько России. Потому что, несмотря на то, что по количеству памятников Маркса на квадратный километр и улиц Маркса мы явно обгоняем, наверное, весь остальной мир, я думаю, что в философском плане влияние Маркса за пределами России было ничуть не меньше, чем у нас, а может быть даже в чём-то не таким сильным, не таким очевидным, но не менее плодотворным. Есть всевозможные варианты нео-марксизма, франкфуртская школа, есть достаточно изысканные и на экзотические такие соединения, как Фрейда-марксизм, как соединение фрейгизма с марксизмом, и такие забавные, местами странные персонажи, как Райх, и достаточно респектабельные такие, как Фром. Маркс неплохо описал экономику 19 века, да, и когда, кстати, Марксу предъявляют всякие претензии по поводу того, что, дескать, ну вот, как же марксизм не работает у нас сейчас, надо понимать, что то, что работало для классического капитализма образца 19 века, видимо, не совсем работает для постиндустриального общества или не всегда работает для постиндустриального общества, но это не значит, что Маркс был неправ в своем описании той эпохи, в которой он находился. Но вернемся все-таки к историческому материализму. Я думаю, что суть этого подхода, если так упрощать, может свести к следующему. Идея примерно такая, люди вступают в объективные производственные отношения. Да, опять же, почему? Потому что у людей есть потребности. Каждый человек устроен так, что он чего-то хочет. И свои потребности человек должен удовлетворять реально. И вот экономика, она позволяет эти потребности удовлетворить именно действительно. Есть еще другой вариант, религия. Но религия, так же как в Фейербахе, это иллюзии, и отсюда знаменитое изречение про опиум для народа. По-моему, опиум народа. Да, опиум народа, безусловно. Опиум для народа это из 12 студентов. Итак, производственные отношения создают такую экономическую базу, экономическую систему, которая является базисом для государства, базисом для общества и для общественных отношений. Собственно говоря, государственные общественные институты, общественные отношения – это настройка по отношению к экономическому базису. То есть у Маркса это четкая, очевидная, последовательная экономический такой детерминизм. Кроме этого, конечно, у Маркса есть еще и были всевозможные такие идеи, связанные с коммунизмом. Но вот эти все коммунистические прожекты, он никогда от них не отказывался, но они тоже в определенную эпоху, период его жизни связаны с политической ситуацией в Германии и вообще в Европе того момента. Поэтому по поводу его коммунистических прожектов, я бы сказал, что это неоднозначно следует из его анализа, допустим, из его политэкономии. Это его проекты и его, может быть, сердечные чаяния, да, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки это немножко отдельная история. И истоки этой истории обнаруживаются очень разные. Примерно в литературе очень часто говорят о чуть ли не связи марксистского учения коммунистических прожектов с иудаистской эсхатологией, и о том, что это вполне в духе определенной историко-культурной традиции. То есть, что же, собственно говоря, Маркс говорит об истории? Он выделяет вот эти самые общественно-экономические формации. Ну, это способы производства, взятые в целостности и таких формаций. С точки зрения Маркса существовало четыре, а в принципе еще неизбежно должна быть пятая. Это первобытная общинная, рабовладельческая, это феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Да, вот та самая пятая, которой, в общем-то, история должна нас всех привести. Значит, что заставляет переходить от одной формации, собственно, одного типа экономики, к другой? Потребности в более совершенном производстве. Получается то, что экономика развивается, а то, что над ней выстроено, такие системы, как государство, право, они сдерживают объективный уровень развития экономики. Ну и поскольку экономика развивается сама по себе, то неизбежно происходит слом старых сковывающих цепей. Этот слом может быть и насильственным, тогда мы имеем дело с революцией. А можно пытаться каким-то образом государство реформировать в интересах экономики. Тогда мы идем путем реформ, но по Марксу все-таки это путь, он менее эффективный. Революция, она единственный способ спасти пролетариев из того рабства, в котором рабочий оказался в 19 столетии. Ну, надо иметь в виду, что вся вот эта риторика, даже революционная риторика, она, конечно, несет на себя отпечаток 19 века. Потому что век был такой, что все бредили революциями, и они случались буквально постоянно. И казалось, что, собственно говоря, именно таким образом можно всё это, можно вообще, только таким образом и возможно вообще снимать какие бы то ни было противоречия. Если действительно говорить о заслугах марксизма, то мне кажется, они, в общем, достаточно велики. Я думаю, что мы должны поставить в плюс марксизму, в качестве достоинства марксизма, отметить вот эту идею, что марксизм действительно вывел экономические некие объективные факторы в качестве движущих факторов исторического развития. То есть история перестала быть историей героев, историей, в которой царит случай. Она шагнула к возможности стать неким познаваемым, закономерным, детерминированным, логичным процессом. Но, правда, и там тоже были свои перекосы в интерпретации, но это не отменяет, на мой взгляд, того положительного, что Марксом было сделано. Конечно, безусловно, и опять же, действительно, мы все так устроены, что хотим кушать, а экономика это то, что позволяет нам это делать. Ну вот так, давайте покушаем что-то.